Музыка Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Напоминаю, я вот уже 7 лет пытался на наших ресурсах рассказывать о ноосферном мировоззрении, толковании Роберта Бартини. Но толку было мало. Тема, увы, была не особа. Интересно, нашему аудитории. И мне для поддержания ресурсов приходилось много рассказывать о других темах. Но все изменилось, как по мгновению волшебной палочки. Когда 12 августа этого, 2023 года, я рассказал о пророчестве великого советского ученого и писателя Ивана Ефремова. О скором приходе нового великого лидера России. Он его назвал Белый всадник Майтреи. Между строком много писал об этом в своих книгах. А также, вроде бы открыто, написал в своих письмах к американскому профессору Эверету Олстром. Хотя лично я думаю, что там информация тоже зашифрована. Он прекрасно понимал, что всю его переписку тщательно проверяет КГБ. Публикация сразу стала очень популярной. И я продолжил рассказ об этом. И популярность публикации стала расти в геометрической прогрессии. Дальше Роскомнадзор заблокировал мой самый популярный ресурс. Канал Надзен. Число подписчиков, на котором подходило уже к 25 тысячам. И на мои запросы, каким конкретно публикациям претензий, Роскомнадзор не ответил. Мне пришлось создать новый канал и начать восстанавливать эту тему. Надзен. Новая публикация. Я собрал подборку «Белый всадник». Ссылка будет под роликом. Напоминаю суть. По Ефремову, ориентировочно в середине или во второй половине 20-х годов 21-го века в России появится новый великий лидер. И его деятельность приведет к тому, что Россия быстро преодолеет современные трудности, станет самой великой страной в мире, а затем выведет на новый путь все человечество. И все это будет происходить невероятно быстро. В 2035 году во всем мире начнется вторая великая революция – ВВР, которая к 2047 году приведет к тому, что начнется новая эра. Первая ноосферная эра в истории человечества. Эра мирового воссоединения – ЭМВЭТ. Самой же главной страной в мире станет Россия. Новому великому лидеру удастся это сделать благодаря новой идеологии, которую поверит вначале народ России, а потом все человечество. И идеология окажется действительно объективной. Она действительно поможет создать общество, устроенное разумно и справедливо. Иван Ефремов не сказал, что это за идеология. Но сегодня, благодаря книгам супругов Бусиновских, мы уже знаем, что речь идет как раз об упомянутой ноосферной идеологии в толковании Роберта Бординина. В ходе работы я решил также посмотреть, что говорят об этом другие великие и известные пророки. И был потрясен. Все известные пророки, что древние, что современные, полностью подтверждают это пророчество Ивана Ефремова. И тогда я решил постепенно начать рассказывать об этих пророчествах. И начал с пророчеств самой известной современной прорицательницы Ванги. Ролик я назвал «Ванга о скором уходе Путина и приходе нового великого лидера». Ссылка будет под роликом. Ну а теперь, думаю, правильным будет рассказать, что говорил об этом самый великий прорицатель во всей истории человечества. Французский средневековый предсказатель Мишель Настрадамус. Сразу скажу, он тоже полностью подтвердил данное пророчество Ивана Ефремова. И учитывая, что это произошло в первой половине XVI века, точность и детальность пророчества просто ошарашивают. Вот, кстати, как выглядел Мишель Настрадамус. Мне не удалось найти его полное пророчество на видео, но текстов очень много. Конкретно он сказал, что с 20-х годов XXI века начнется вхождение России в Золотой век. А к 2035 году мир начнет входить в новую эру. И добавил, то, что будет, никогда не было таким прекрасным. Желающий сам может легко найти эти пророчества в онлайне в виде текстов. На видео же мне удалось найти лишь почти полное изложение этого пророчества. На канале на Ютубе «Осознание». Похоже, эта тема действительно уже начинает раскрываться видеоблогерам. Впрочем, наверное, это правильно. Все нужно делать вовремя. А время для этого похуже приходит. Вот отформент с роликом, с канала «Осознание». Настрадамус. 1503-1566 год. Расшифровки предсказаний Настрадамуса говорят о том, что с 20-х годов начнется постепенное вхождение России в Золотой век. Что, согласно Настрадамусу, ждет Россию в ближайшие годы, в начале война. А потом в России наступит второй век Сатурна, Золотой век. Создатель увидит мучения своего народа, и между Богом и людьми будет заключен мир. То, что будет, никогда не было таким прекрасным. Впереди начало новой эры. Перед этим будут большие беды, однако после того на земле воцарятся справедливость и добро. Настрадамус также говорит о начале эры Водолея, под знаком которой и существует Россия. Будет мир, единение и изменения. Государства, служители из низких возвысятся и с высоты падут. Все в путь засобираются, первый плод мучительный. Война прекратится, гражданские процессы, дебаты, дискуссии. Согласно расшифровкам, это время наступит уже к 2035 году. Ну и добавлю и повторюсь, об этом рассказывают далеко не только Ванга и Настрадамус, а практически все зарекомендовавшиеся пророки во всей истории. Дальше, надеюсь, я детально расскажу, как об этих пророчествах, так о какие пророки о них говорят. Что древние, что современные. И признаюсь, такой лавины пророчества об этом я совершенно не ожидал. И очень радует, что у нас есть, наконец, обнадеживающий прогноз. Если понравилась публикация, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Делитесь публикацией в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите другие мои публикации, поддерживайте канал донатами. Ссылка, по которой каналу можно оказать помощь, будет под роликом. Субтитры создавал DimaTorzok